Ребята, решила вам показать свой город, Днепропетровск, которому недавно было в 2200-м городе. Мы умерли до 9 до сентября. И это наша намережная. Она длинная, длинная. Скажется, она длинная в Украине даже. Фотопад и Комсомольский остров. Фотопад находится на Комсомольском острове. У нас идёт мост, который идёт на Комсомольский остров. Одна часть, другая часть идёт в парк Шевченко. Далее идёт смотревая площадка, в которой видно весь вне часть Днепропетровска. Вот сейчас мы туда пойдём, и я уже пока не пойду. Это вид смотревой площадки, о которой я вам говорила. Вот так видно стоит кран. После набережной. Это левый берег. Вот сама эта смотревая площадка. Не знаю почему, но выгорела трава. Видимо от солнца. Мне бы за него вообще никто не ухаживает. Вот она здесь смотревая площадка. Вот наши башки стоят. Амстердам стоит. Но это, короче, самые дорогие дома. Здесь находятся офисы в этом стеклянном здании. А здесь квартира. Вот здесь ещё построили кубометр. Это площади. Ой, что это такое? Это кофе едет? Портофино тоже как бы такое. Среднего класса уже ресторан. Раньше был крутым. А может быть и сейчас крутым. Ну вот, собственно, центровое место. Тут куча молодёжи собрают. У нас на самом деле огромные. Вот New City, но караван ещё больше. Вот кубометр. Тут тоже так в европейском стиле сделано. Как гаражи, магазины. Такое всё летнее, открытое. Ну прикольно. Мне нравится. На Шалом Олейхима. Улица Синагога. И вот их торговый центр. Сейчас он называется. Вот он идёт четырёхъярусный. Он огромный. Тут и музеи. Музеи. Всё что угодно здесь. Торговый центр и отели здесь. Здесь очень много чего. Это мост, который идёт на левый берег, где живу я. Там далеко, далеко. 30 минут езды на маршрутке. Центр. Это набережная с одной стороны. Вот Рио Клаб. И давно забытый отель Парус. Где пару лет назад парни сделали герб Украины. Нарисовали. Но у нас, как видите, всё тихо, спокойно. И вот вдали виднеется фонтан. Круглый. Но сейчас ветер. Он такой, точно сейчас не круглый. Пушистый. Я его сейчас вам покажу поближе. Рио Клаб. Ночной клуб. Ресторан. Банкетный зал. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Реально что-то вроде было как крутое место. Но сейчас вроде так же само. Сейчас я вам всё это покажу с близка. Вот. Вот этот Рио Клаб. Он вообще в подвале там находится. А кафе находится прямо на берегу Днепра. Видно, видимо, не будет. Наверное. Там вообще столики стоят. Я помню, когда-то фотографировала там репортажную съёмку. Дня рождения. Ну вот. Внизу там идёт ночной клуб. С этой стороны вроде банкетный зал. Ресторан. Он снимает кого-то. Ну, такого вроде прямо аж ахти-ахти. А вот кофейня, кстати, сверху. Такое здание. Это, конечно, ещё часть каких-то либо зданий, такие более-менее, которые можно показать. Тут на самом деле очень-очень много. А вот, кстати, поплавок виднеется вдалеке. Коричневая крыша. Это самый старый, старый, наверное, ресторан. Знаешь, с времён, наверное, 80-х. Вот он как раз и находится на Днепре. Там такая длинная дорога прямо идёт. Вот этот шар, он там. Знаменитый театр опербалета. Конечно, он уступает много-много раз оперному театре в Одессе. Это, конечно, я не знаю, почему он такой страшный, стрёмный. Его вообще не реставрируют. Конечно, вот нам знаменитые там приезжают. Мелазы, Могилевская. И ещё там кто-то не видно мне. Вот фонтан возле него. Вот он ещё не веет, работает. И там он, конечно, больше. Ещё и сзади вода выходит. Но пока только по бокам и в середине. Далее у нас находится Карла Маркса. Транвайчик едет. Далее там у нас идёт парк Глобе. Мы сейчас, кстати, туда пойдём, я вам его ближе покажу. Там узкие плавают, лебеди. Парк Чкалово, где даже есть детская железнодорожная дорога, где ездят поезда. Парк Чкалово ныне сейчас называется парк Глоба. Вот одна сторона его. Тут катамаранги, утки, лебеди. А вот другая сторона. Здесь как бы летний театр. Детки здесь поступают. Здесь больше взрослых детей, потому что здесь аттракционы. Видишь, такое тут интересное. Далее там идёт скейт-площадка, ролики, велосипеды и все дела. Но тут более взрослые уже дети ходят. В итоге тусят. Тут даже и шумнее стоять. Всякие подвесные дороги. Тут они все лазят, лазят. А вот этот провод, это что дети вот это съезжают. Как он называется? Полит над озером. Правда такое озеро, но то ладно. Победе лето. И даже трава позеленела. Хотя в сентябре она была совсем другой, чем сегодня, 1 октября. Позеленела, позеленела. Даже фонтан включили. Люди... В общем, это какая-то часть Днепра, которую я вам показала. Ну вот все, что смогла за последние дни. Это набережная, которую я вам показывала. Снизу мост, который едет в мою сторону, моего дома. Комсомольский остров, этот водопад. И вот мост, который идет на Комсомольский остров сам. И там парк Шевченко, в общем, где смотровая площадка. А дальше идет Победа. Вот наш Днепропетровский. Я вам здесь маршруты показываю. Это новый центр. Вот мост сити с другой стороны. Вот у нас волны. Бежка. Сливай. Вот мы сейчас заезжаем на мост. Я вам сейчас покажу вот эту сити. Там, где отдыха, а это, где квартира. Такое, здоровое. Вот мы заезжаем на мост, заехали в Днепр. Вот у нас, где Ри. И вот там, где я гуляю. Парусы. Опять же. А вот у нас сливи даже есть. Ну, наверное, в каждом городе есть. Причем, я тут фазу. Ну, и нафричное подвесное. Ну, все. С вами была Амида Смотанчик. Надеюсь, вам понравилась какая-то часть моего города, которую я вам успела показать. Поэтому, всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова